Слава Богу, друзья! Вечерняя молитва. Делаю включение сегодня, презляцию. Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры! Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Приветствую всех вас, дорогие друзья, братья и сестры! Добрый вечер всем вам! Сегодня делаю трансляцию, прямое включение с Киева, с нашей Киевской архиепископией, реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, архиепископом, который ваш покорный слуга является. Приветствую всех вас! Сегодня было служение у нас воскресное, собрание, как обычно, на Кловской, в Церкви Христа Спасителя, где настоятелем является наш благочинный священник здесь, в Киеве, отец Алексей Прошак, протеивей наш. Слава Богу! И я очень благоставлен сегодняшним собранием, сегодняшним служением. Я думаю, и некоторые из вас, кто подключился, подключаются сейчас, тоже были благоставлены сегодня. Вот, может, кто-то из присутствовавших на собрании подключился, или из тех, кто онлайн так смотрел, также прямое включение. Я делал прямые трансляции, включение, и получилось, слава Богу, вот, фактически, без перерывов, без задержек, шла трансляция, слава Богу, это хорошо. Вот, и я благодарю Бога за эту возможность уникальную, такую, жить в это время, уникальное, удивительное время, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной. А если серьезно говорить, то, на самом деле, благоставлен Бог наш, давший нам интернет, давший нам мобильную связь, давший нам столько много удивительного в эту эпоху, и повелевший все это во славу Его действительно использовать, применять, слава Богу. И я очень Господу благодарен, что действительно это то время, о котором в Библии говорится, что нечестивый, правда, творит нечестие еще, грешный еще грешит, да, да, все как бы так усиливается, тьма усиливается, но, с другой стороны, и прекрасные пророчества, не только страшные пророчества в Библии исполняются, но, и самые возвышенные, самые прекрасные, что святое еще освящается, праведный, творит правду еще, слава Богу. Вот, и то, что неверующие и религиозные люди, и всякие, извращают, знаете ли, человеку Божьему, людям Божьим, детям Божьим, все на пользу, добрым людям, на здоровье все, слава Богу. Вот, и, так что, друзья, ну, а человеку неверному и лукавому, ему хоть миллион долларов, дай, все не на пользу будет ему, знаете ли. Вот, а праведнику, даже если блюда зелени, даже если совсем малость, знаете ли, на пользу все, на здоровье. Вот, и в эти последние времена, действительно, мы рассуждаем, и провозглашаем, да, Слово Божье, ожидаем с небес нашего возлюбленного, Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа, совершаем хлебопреломление, причастие, в Харистию, вот, сегодня, так, общецерковно мы не делали, причастие сегодня, ограничились, так вот, рассуждением над Словом Божьим, свидетельствами, гости были сегодня у нас, тоже, с Баптийской Церкви, с Черниговской области, с Черниговой, с Черниговской области, слава Богу, он, друзья, очень Богу благодарен, надеюсь, тоже на сотрудничество, дружбу, ведь, хотя, там, баптисты, православные, неважно, какой мы конфессии, динаминации, ведь, Господь, один Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь, церковь Иисуса Христа, она едина, она одна, Господь не основывал множество церквей, знаете ли, Он создал церковь свою, и врата ада не одолеют ее, и даже больше скажу, как написано, буквально, если в прочтении библейском, текста оригинального, греческого, старого, то там написано, не так, а написано, чуть иначе, но еще более восхитительной, написано, я создам церковь мою, и врата ада не устоят перед ней, аминь. Церковь Божья, на самом деле, это не просто какое-то, знаете ли, оборонительное оружие, и Господь не учил нас о некоторых таких окопных, каких-то войнах, знаете ли, с царством тьмы, а Он наставляет нас, и создал нас, как оружие праведности, как оружие наступательное, вот, как и создал нас для победы, не для поражения, не для окопной войны, а для победы, аллилуйя, и за ценой не постоим, цена заплачена, кровь нашего спасителя, Иисуса Христа, и каждый покаявшийся грешник, каждый исцеленный, больной, каждый освобожденный от бесов человек, это как будто бы еще одна пять земли, отвоеванная у царства тьмы, перешедшая в царство света, великий исход свершается в наши дни, как тогда, 3331 год, без одного месяца назад, так и сейчас, только тогда, был Моисей, Бог призвал раба своего, Моисея, для этого великой миссии, спасения, и всякий еврей, нееврей, всякий, призывающий имя Господне, тогда спасался, совершал исход, из царства тьмы, в царство света, в землю обетований, но в еще большей степени, сейчас, на Ипаче, в наш час, не Моисей уже, нет, слава Богу за Моисея, но, несравненно, больше исход совершается, и вождь наш, несравненно, больше, это сам, Машиах, сейчас, сам Иишуа, Машиах, сам Иисус Христос, Аллилуйя, слава тебе, Господь, два тысячелетия, совершается великий исход, из царства тьмы, в царство, возлюбленного Господа нашего, Иисуса Христа, в царство света, в царство Божье, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, за все, благословен ты, царь всей вселенной, молюсь за вас сегодня, дорогие друзья, молюсь за каждого из вас, и прошу вас также, по утрам, не стесняйтесь, подключайтесь, к этим трансляциям, ставьте там лайки, не забывайте, рекомендуйте вашим друзьям, в шесть утра, запомните, по киевскому времени, по утрам, делаю прямые трансляции, из Киева, с нашей киевской архипископией, с хлебопреломлением, с причастием, евхаристием, с размышлением над Словом Божьим, с откровениями, Божьего Слова, с молитвой, с благодарением, совершаем вот эти прямые такие эфиры, слава Богу. Завтра у меня будет в гостях наш епископ Кифа, да, он приезжает, но на утренней молитве его не будет, он, так, сейчас посмотрю, он писал, что приедет попозже, с Днепра, он приезжает, с города Днепра, он приезжает, часов 9 или 10 даже, то есть, он у меня будет уже поздно, но, ничего, хотя он будет еще в поезде, еще будет еще в дороге, но эфир будет в 6 утра, как и заведено уже, вот, и благоставим его, поблагодарим Господа, а когда он приедет, он будет у меня здесь, и вместе с Кифой, с нашим епископом, со Львова, мы проведем тоже молитву, прямые трансляции, поэтому следите, кто имеет такую возможность, если у вас там будет ближе к обеду время свободное, подключайтесь, не стесняйтесь, подключайтесь к прямым этим эфирам, к молитвам, слава Богу, даст Бог еще и благочинный наш, отец Алексей тоже приедет, ближе к обеду, так что, будет такая честная компания, слава Богу, христианская такая компания, сегодня мы пели, кстати, песню эту, мне она очень нравится, очень нравится, за душу трогает, Как хорошо и приятно братьям собраться вместе И братья пели эту песню, потом сестры подпевали нам Как хорошо и приятно они пели с сестрам собраться вместе А потом мы все вместе пели так Как хорошо всем нам собраться вместе Как хорошо с Богом собраться вместе, или в Боге собраться вместе. Как хорошо, как хорошо, очень хорошо. Аллилуйя! Как хорошо, как хорошо. Как хорошо, как хорошо С Богом хорошо Как хорошо, как хорошо Всем нам собраться вместе Как хорошо, как хорошо С Богом собраться вместе Как хорошо, как хорошо С Богом хорошо И мы пели эту песню, проставляли Бога. Сегодня мы пели украинские песни, сегодня пели на русском языке, на украинском мове. Песню пели мы сегодня, вспоминая добрым словом уже покойного царства небесного Валерия Коропа. На этой неделе были похороны, на той получается, на прошедшей, были похороны, в пятницу, да. Вот, и пели одну из его замечательных песен, мою самую любимую песню Валерия Коропа. Мы пели Иисусу слава, и сейчас вместе можем спеть, друзья, подпевайте там, где вы сейчас находитесь. Иисусу слава, Аллилуйя, Евгений, Португалию приветствую, и в Португалии тоже пойте прямо сейчас. Луна, есть песня над схилами Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, спевает вольно Украина. Иисусу слава, вся земля так долго на цей день чекала, коли лине з неба святий Божий дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню счастья заспіває хтось. И этот день наконец наконец-то вернулся, Он принес нам веру в светлая будущая. Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава. Иисусу слава, Иисусу слава. Спевает вольно Украина. Люди всех народе, поднимайте руки. Прославляйте Сина, Він единый Бог, Він своєю кровью розірвав кайдани, Він достоин слави, Ісус Христос. Ісусу слава, Ісусу слава, Лунає пісня над схилами Дніпра, Ісусу слава, Ісусу слава. Співає вільно Україна, Ісусу слава, Навіки, Навіки. Ісусу слава, Навіки, Навіки. Аллилуйя. Слава Ісусу Христу, Навіки, Слава Богу Святому. Вітаю всех вас, приветствую всех братья, сёстры, дети Божьи, возлюбленные чада Божьи. Приветствую всех вас, приветствую свою семью сегодня, приветствую всех святых и верных и в Украине, и в России, и в Португалии, вот, и по всему лицу земли. Слава Господу. В Японии приветствую тоже, потому что, вот, сестра даже из Японии смотрит, слава Богу. Благоставляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа, вот, подключаются люди очень разные, разных часовых поясов, очень разных религиозных, там, политических всяких воззрений, очень разных национальностей, культур. Слава Богу, что имея такую возможность вместе преломлять хлеб жизни, вместе Слово Божье открывать, вместе славить нашего Спасителя на небесах, действительно, все вместе мы будем славить вечно нашего Спасителя, Искупителя, воспевать Его, Аллилуйя, Аллилуйя. Ну и какие небеса без украинских песен, без русских песен, без португальских, японских, все народы туда принесут славу и прославят вместе Единого Царя Царей, Господа Господствующих. Там будет зажигательная лезгинка, там будет гопак, там будут разные танцы, песни, пляски, и вместе будем прославлять нашего Спасителя Господа, Аллилуйя, Аллилуйя. Благословляю всех вас во имя Господне, Аллилуйя. Благословенна вечера всем, да, мир и радость из Самарской области, Тольятти. О, Тольятти, очень люблю Тольятти, я сам с Поволжья родом, но я, правда, не в Тольятти, а чуть повыше там родился, в Средней Волге, в Чебоксарах родился я, моя малая родина, там появился я на свет Божий этот. Вот, и люблю очень по Волжью, у меня там по Волжью много моих и родственников, в Казани, по Татарстану особенно у меня там родни, татарские мои родни, огромные мои родни. Вот, и слава Богу, все народы прославят Господа. Я на небесах тоже не представляю без татарских зажигательных песен этих плясок тоже. И все народы будут славить Господа, конечно же, еврейские песни, конечно же, да, Господь, ну, безусловно, вот, песни, танцы народов мира, все во славу Господа. И, конечно же, да, еврейские песни, еврейские танцы, слава Богу. Кстати, говоря о еврейской составляющей тела Христа, мы в преддверии празднества. Сегодня у нас вечер, да, начало нового дня, уже второго дня творения, да, мы его называем понедельник, этот день. А так он в библейском календаре, в нашем календаре он понедельник, а в библейском календаре это второй день акта Божьего творения, воспоминания второго дня творения. Некоторые недели я беру Библию, книгу бытия и читаю как раз вот по этим дням творения. Очень назидательное такое занятие, очень назидательное чтение, размышление самое. И вот, как написано в Писании, и был вечер, и было утро, день, ну вот наступил день уже второй, день Божьего творения, слава Господу. А также, ну сейчас пасмурно, я вот даже с балкона посмотрел, ну не видно, ни звезд не видно, ни луны не видно, может еще рассеется как-то, появится. Но если у вас, где вы сейчас находитесь, если у вас там, ну не пасмурно, если, значит, ясно, то вы увидите, что луна, ну почти полная уже, да? Вы увидите, что вот, да, почти уже полнолуние, ну почти, еще не полнолуние, конечно. Вот, потому что наступило, наступило 13 число, значит, да, месяца Адара, первого Адара. Завтра вечером мы встречаем уже 14 Адара, и это будет праздник Пурим-Катан. Сам Пурим в этом году, он попозже будет. Будем проводить служение здесь, 21 марта, как раз вот прямое включение тоже буду делать, такое всенышное, такое проведем мы на праздник Божьего Пурима. Слава Богу! Будем читать опять книгу из Библии. Целая книга Библии посвящена ведь этому празднику, шутка ли? Целая книга посвящена именно истории, предыстории и истории, ну предыстории, другие еще книги рассказывают о предыстории этого праздника. Ну, а о самой истории этого праздника говорит книга Магелла Тестер, книга Исфири. С превеликим удовольствием перечитываем мы, верующие разной конфессии, разной динаминации, эту книгу, с благодарностью Богу за еврейский народ, с благодарностью Богу за Израиля, за то, что Бог верный и праведный, и Он верный своему слову, своим обетованием. Вспоминаем добрым словом каждый год мы, ну не только раз в год, конечно, но раз в год уж это святое, это празднество Пурим. Мы вспоминаем Исфирь, она же Гадасса, да? Вспоминаем Мардыхая или Мардыхея, вспоминаем добрым словом всех тех действительно героев веры, что в проломе стояли, в молитве, в посте, в бдении, пред Богом и даже накануне Пурима. По давней-давней, с незапамятных времен идущей традиции мы совершаем пост Исфири, вспоминая вот то бдение, те молитвы, те покаяния, те вопли народа Израиля и, конечно же, самой царицы Гадассы, да, Исфири. Да, в этом году, 20-го числа мы сделаем этот пост, как раз вот пост Исфири проведем, тоже здесь вот, даст Бог, с прямым включением в течение этого поста всего того дня, 20-го, да, 20-й марта в этом году. А уже 21-го марта будем радоваться, веселиться и торжествовать, праздновать победу нашего Господа и нашу в нем победу. И девизом праздника Пурима обычно являются для нас, новозаветных верующих, слова из Нового Завета, где говорится, что любящим Господа, призванным по Его изволению, апостол Павел пишет к римлянам, все содействует ко благу. Аллилуйя, спасибо тебе Господь за все, благословен ты Царь Вселенной. Аминь. Но, дамы и господа, так как этот год, я имею ввиду, 5779-й, от сотворения мира, потому что на дворе у нас 2019-й год, по гражданскому нашему лету исчислению, 2019-й год, да, а по, значит, библейскому исчислению лет, от сотворения мира, если считать, то 5779-й год на дворе. В самом разгаре, да. Вот, правда, есть еще одно исчисление, это от сотворения мира, от нашего пращура, да, от создания Адама и Евы, от сотворения мира, мы говорим, 5779 лет прошло с половиной уже. Вот, но, если считать от нашего исхода, Бог нам повелел также отчет вести именно и от нашего выхода из рабства, и даже Господь Всевышний сказал, что месяц исхода, да, будет у вас начало месяцев года. И по традиции мы также ведем отчет древней еврейской традиции, с самых моисеевых времен мы ведем отчет лет нашего исхода, то есть со дня нашего выхода из рабства. И со дня нашего выхода из рабства прошло, без одного месяца, 3331 год. Вот, это со дня выхода из рабства. А со дня сотворения мира 5779 лет с половиной уже. Вот, и этот отчет, он благостовенный, потому что он дает нам всегда пометование о том, что этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, не тобой, не кем еще, а Богом всемогущим и придуман, и создан, есть творец всего этого мироздания. А также, вспоминая о выходе, ну, о создании мира, а вспоминая о выходе, мы благодарим Бога за то, что Он есть Бог свободы. Не Бог рабства, а Бог свободы. Выводя измученных на свободу, Он и сегодня тот же самый. Аллилуйя. Рекомендую мюзикл посмотреть, Ледяева Алексея. Исход называется. Потрясающий мюзикл. Один из самых лучших вообще. В русскоязычном христианстве точно лучший. Аллилуйя. Слава тебе, Господи. Вот, и, братья и сестры, так как этот год, он 5779-й, или 3331-й, как вот вам угодно отчитывать, но я отчитываю и так, и так, согласно описанию и от сотворения мира, и от нашего исхода. Обычно всегда так, как бы, отмечаю для себя эти даты, и любуюсь Богом, и благодарю Бога за это все. Так вот, сей 5779-й, високосный год, да, если вы понимаете, о чем я говорю. То есть, добавляется по традиции лунный календарь, если високосный год выпадает, то по традиции добавляется еще один месяц, дополнительный месяц, 12-й месяц дополнительный, получается. Вот, вот сей месяц как раз, Адар. Месяц Адар, прекрасный, удивительный месяц. В этом году два месяца Адар. Вот сейчас мы проживаем первый месяц Адар. Вот, потом будет второй месяц Адар. А потом уже месяц Пасхи, да, месяц Авиф или месяц Ниссан. Вот, есть такие автомобили японские, качественные, хорошие, да, называется Ниссан. Значит, и в Японии Ниссан, видимо, что-то очень хорошее, и мне говорили, что да, много хорошего означает это слово японское. Дай Бог здоровья Японии. Здесь парк Киото, я прогуливаюсь по нему, и каждый день благоставляю Японию, молюсь за японский народ, о духовном пробуждении города Киото, культурной столицы Японии и всего японского народа. Пусть в стране восходящего солнца и во всех странах, и восходящего, и заходящего, пусть в Поднебесной прославится имя Господа Иисуса Христа, и пусть все народы преклонятся пред Создателем. Аллилуйя. И исповедуют, что Иисус Христос во славу Бога Отца. Аминь. Господь и Спаситель наш. Аллилуйя. Так вот, друзья, братья и сестры, и как православный реформатор, евангелист, и как мессианский служитель, как действительно реформатор, я очень Бога благодарю за это удивительное служение, мне самому удивительно, честно говоря, то, чем я занимаюсь, я Богу говорю порой, Господи, спасибо тебе, пусть я даже многие вещи не понимаю сейчас, но тебе видней, да, он Бог большой, ему видней все. Слава Богу. Вот, и по традиции, да, кстати, когда совершился Божий этот Пурим, о чем рассказывает книга Исфири в Библии, да, я рекомендую в эти дни, вот как раз вот на протяжении вот этих дней месяца, Адара первого и второго Адара, перечитывать книгу Исфири и размышлять над этим. Я стараюсь как раз размышлять над книгой Исфири в эти дни тоже. С самого начала месяца Адар я это делаю. Сегодня, напоминаю, этим вечером наступило уже 13 число месяца Адар. В гражданском календаре вечер сегодня 17 февраля 2019 года. Вот, а в библейском исчислении сегодня вот, ну, уже почти полнолуние. И вот в полнолуние месяца Адар, Бог вывел нас, спас нас из-под, скажу так, страшнейшей угрозы тогдашнего Холокоста. Да, это было бы действительно, возможно, уничтожение даже всего еврейского народа. Ну, по крайней мере, враг замышлял именно это и сделать. И бросался жребий, и он выпал на Пурим. И, в общем-то, да, если бы не Господь был бы с нами, сажали бы с потрохами. Но Господь вступился. И, вспоминая о тех днях, мы ликуем и торжествуем благодаря Бога Всемогущего за Его заботу о своих детях, за Его сверхъестественное вмешательство в ход мировой истории. Слава Тебе, Господи, за все. Аминь. Аллилуйя. И вот во время, в год великого, вот этой победы, Пурима Божественного, год был тоже високосным. Тоже был високосный год. Вот. И, в общем-то, сам Пурим совершился, божественный этот, во второй месяц Адар. Вот. То есть, следующий, да, получается, да, второй месяц Адар. А вот в первом месяце Адаре, по традиции, древней традиции тоже, еврейской традиции, очень-очень хорошей традиции, такой, приятной традиции, мы празднуем в полнолунии первого Адара месяца, мы празднуем Катан-Пурим. Катан-Пурим, Пурим-Катан. Как объяснить это? Как бы личный Пурим. Пурим какого-то региона, местечковый. Пурим, который... То есть, мы говорим о Пуримах, состоявшихся в наших судьбах. Ну, а также и, конечно, вспоминаем о Пуримах, не состоявшихся, и размышляем над этим. Вот, в частности, вот, вот, упомянутый Холокост Шоа, мы называем трагедия, это времен Второй мировой войны, величайшая трагедия еврейского народа. Шесть миллионов душ. Страшно. И до сих пор, до сих пор многие евреи, да и не евреи, все люди, которые вот Библию признают Божьим Словом, и Бога Авраама, Исаака Израиля своим Господом Богом чтут, своего Небесного Отца почитают, Иегову, задаются вопросом. Мы задаемся часто вопросом, и я тоже задаюсь порой вопросом, где был Бог, а где были мы? Где Бог, а где мы? Почему иногда Пурим совершается, иногда не совершается? Я понимаю, конечно, как верующий, как христианин, как новозаветный, мессианский верующий, как реформатор православный. Я понимаю прекрасно, что на все вопросы нет ответов. Я смиряюсь с этим. Я понимаю, что я ограничен во времени, в пространстве, во всем. И безграничный Бог, конечно, при всем его желании, он просто не в состоянии нам показать всего этого сейчас. Я понимаю, что лишь в вечности я получу ответы, и все мы получим ответы. Гомо-сапиенс, люди разумные, мы получим ответы на все наши вопросы, на все наши страдания, на все наши переживания однажды. Вечности уже, уже вечности. Но хочется и сейчас здесь уже некоторые вопросы для себя уяснить. Я уясняю кое-что из Писаний, в частности из книги Эсфири, что есть в состоявшемся Пуриме, в том божественном, я вижу не только руку Бога Всевышнего, даже и не сколько руку Бога Всевышнего, сколько деяния человеческое, деяния наше. Как знаете, вот Деяние Духа Святаго уже в Новом Завете, да, книгу, назвали Деянием Святых Апостолов, Деянием Апостолов. Вот, хотя, по совести говоря, эту книгу нельзя назвать Деянием Апостолов, да, это Деяние Духа Святаго. Но, с древнейших времен было принято решение эту книгу все-таки назвать не Деянием Духа Святаго, а Деянием Апостолов. Почему? В этом тоже есть такой Пуримный урок для нас, урок Пурима определенный, распоказывающий нам следующее, что самое спасение и вот самое деяние, действие Всевышнего Бога, это не просто божеский процесс, а богочеловеческий и человеко-божеский процесс. Именно, повторю, богочеловеческий и человеко-божеский процесс, небо и земля, Аллилуйя, Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, за все, спасибо. Сегодня на служении говорил я о богочеловечестве, о Боговоплощении. Сегодня отец Алексей, наш благочинный священник здесь в Киеве, он зачитывал из Колоссян 2 главы потрясающее послание божественной любви. Вот, и сегодня размышляли об этом, и я свидетельствовал много об этом тоже, слава Богу, поэтому, чтобы по времени уже, смотрю, не повторяться, но не поленитесь, люди добрые, люди неравнодушные, посмотрите сегодняшнее служение. Ну, а с камеры я записи, даст Бог, в ближайшие вот эти дни уже на этой неделе посвободнее буду, вот, и буду иметь возможность загрузить все это на канал Ютуба, на котором вы сейчас трансляцию-то и смотрите, собственно. Слава Богу, благодарю Бога всемогущего, кстати, недавно пришло сообщение, что у меня миллион просмотров достигнут. Ну, я давно зарегистрировал этот канал, но его как-то не развивал, только последние годы развиваю, и слава Богу, сделал там много, загружал, правда, разных видео, надо, не надо, вот все, что есть, все загружаю. Оно как-то так бессистемно получилось немного, но очень насыщенно, конечно, сейчас я собираюсь именно развивать его именно в системе определенной, то есть отдельные семинары будут идти, у меня там отдельно проповеди, вот, нужно будет доработать кое-что, вот, технически там нужен совет, будет добрый от братьев. Вот, а пока, вот такое сообщение, уже миллион просмотров, слава Богу, замечательно, люди интересуются, пишут, задают вопросы, я стараюсь отвечать на эти вопросы, имею возможность, я всегда стараюсь писать, ну, порой не прям сразу так вот, но стараюсь отвечать, а по возможности прям сразу отвечаю, пусть даже коротенько, но отвечаю. Слава Господу, братья и сестры, размышляю о Катан-Пуриме, о Пуриме малом, как бы, Пуриме меньшем, Пуриме не том библейском, в книге Сфири описанном. Библия рассказывает нам о Пуриме замечательно, прекрасно и тревожно одновременно, в Израиле принято в традиции древнееврейской, да, старой, это делалось как маскарад, шоу такое, чтобы действительно показать друг другу и самому себе, что этот мир театр, огромный театр, и в нем множество ролей, больших и малых, смешных и трагичных, всяких-всяких, и есть режиссер этого всего театра, который раздает роли. И удивительно, когда богочеловеческий процесс и человеко-божеский процесс запускается, то очень часто и от нас, самих актеров, зависит ту роль, та роль, которую нам Всевышний низ посылает. И чему учит нас книга Исфирь, Библия, в целом вся Библия, что Бог через Него все и от Него все, и ради Него все сотворено, и к Нему все вернется. Слава Господу, Ему дадим отчет. Прекрасный Бог наш, слава Богу, и напишет Аллилуйя, слава Богу Святому, аминь. Благословляю вас. И читаю из Брит-Хадаша, из Нового Договора, из Нового Завета, такие слова. Слова Иисуса из 6 главы Евангелия от Иоанна. От Иоханана, да, Евангелия. Благая весть от Иоханана, записанная учеником Господним. И читаю из 6 главы, 35 стих. Иисус же сказал им, я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Да, вот размышляю над этим стихом сегодня также. Я, правда, в церкви не зачитывал этот стих. Вот, как бы дело не дошло до того. Вот, и, в общем-то, но само размышление сегодняшнее в церкви было как раз вот в этом русле. И даже из 6 главы как раз Евангелия от Иоанна и вспоминался сегодня как раз эпизод с учениками произошедший. И самое великое, что было провозглашено Иисусом, хотя Иисус говорил, что слова, которые Он говорит, это есть дух и жизнь. Не поймите буквально, пожалуйста, господа. Да, но множество учеников, к сожалению, восприняло это в штыки. И даже там 6 глава, 66 стих, трагичное такое место из Писания. Даже многие проповедники, там разные конфессии слышал, я порой говорю, в этом видят нечто такое роковое. Три шестерки к ряду, число человеческое от Иоанна, 6, 66. 6 глава, 66 стих. Вот, в этом что-то есть, наверное, да, роковое, действительно, человеческое. Потому что написано, что из учеников там, я сейчас прочитаю, что многие перестали ходить вообще с Иисусом. Увы, печально, конечно, такие вещи читать. Да, написано 6 глава, 66 стих. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Жалко, конечно. Печально, печалька. Но даже тем, кто остался, Иисус, Он предлагал также сделать выбор. И Он объяснял им, что Он не будет против, если они тоже уйдут. Он поймет их, их религиозные чувства, может быть, обиженные, оскорбленные, там, значит, и прочее. Да, но, слава Богу, за нашего брата Петра, Симона Петра, апостола, отвечал ему, в 68 стихе, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И дальше, в 69 стихе написано, И мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Жилаго. 69 стих, да, вот, уверовали и познали. Удивительно, слова Иисуса, да, Его откровения, Его проповеди эти, в 6 главе описанные, для многих учеников послужили камнем преткновения и соблазна, для многих послужили поводом развернуться и уйти из этого собрания, и больше не посещать эту синагогу. Они ушли в другое собрание, другое собрание, другую церковь, другую синагогу, и с Иисусом больше не ходили. Жалко, конечно. Но, с другой стороны, эти же слова, каким-то удивительным, мистическим, непонятным человеческому разуму образом, послужили для некоторых, вот, для Петра, Симона, для других братьев оставшихся, послужили непретновением, ну, где-то, может, они, конечно же, да, и тоже искушались, но, ха, удивительно, важны не просто даже убеждения, а предубеждения определенные какие-то, видимо, действительно. Любовь важна, потому что у веры, у любви, как правило, нет вопросов, а у неверия, у нелюбви нет ответов, так мир устроен. И вот эти ученики, я думаю, Петр выразил как раз те мысли, которые были в умах вот тех немногих оставшихся, тех двенадцати, по крайней мере, ну, и кто-то еще там наверняка тоже остался, что Он и Иисус есть Христос, Сын Бога Живаго. Вот. Спасибо тебе, Господь. У Матфея, евангелиста, это откровение, которое Петр высказал, оно описывается без такого контекста и не так драматично все это звучит. В Евангелии Теана оно звучит очень так вот драматично и очень так серьезно, конечно, очень важно. Как бы оно ни прозвучало сегодня, но в умах и в сердцах и в устах миллионов и миллионов верующих, это откровение, которое от Духа Святаго, это откровение, которое от Отца Небесного, оно есть. В моем сердце оно есть. И я провозглашаю и сегодня перед всеми вами говорю и исповедую, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живаго. И Ишуа, и есть тот самый Машиах, о котором пророчествовали все пророки, начиная с Машера Баина, начиная с Моисея пророка и до последнего времени, и Захарии праведного. Да, значит, и Симеона, мы говорим, Богоприимца, Шимана Цадика, который принял на руки, вот сейчас Сретение, тема как раз Сретение, в церковном православном календаре, сейчас Дни Сретения, до 22-го числа, значит, продолжается неделю целый праздник Сретения Господа, Спасителя нашего Иисуса. И вспоминаем мы то событие, когда Шиман Цадик, праведник Симан, взял на руки маленького Ишуа, маленького Иисуса, и благоставил Бога, и сказал потрясающее пророчество. Его пророчества звучат сквозь века, сквозь столетия, уже два тысячелетия, его пророчество звучит и исполняется. И среди прочего, Шиман Цадик сказал такие слова тогда, взяв маленького Ишуа на ручки. Да, маленький бебечка, маленький ребеночек, простая бедная, бедная еврейская семья, одна из беднейших семей еврейских, в которой родился Иисус. У них даже не было возможности оплатить достойную жертву, принятую по закону жертву за своего первенца. Они ограничились самым бедным вот этим пожертвованием два птенца голубиных, которая по закону тоже оговаривала, что если семья еврейская это бедна так, что они не могут позволить себе никакой жертвы вообще, то пусть ограничится вот этой копеечной жертвой два птенца голубиных. И здесь не в том, чтобы Иосиф и Мария были жадными, скупердяями, нет, ни в коем разе, они были праведными, они были праведными и богобоязненными людьми, и они, если бы имели такую возможность, они оплатили бы достойную, правильную жертву по закону полагающейся, но они не имели такой финансовой возможности. Это была бедная еврейская семья, таких, может, немного было, но они были бедны, эти люди. И они ограничились самой минимальной жертвой. Но в этой бедной еврейской семье Шимон Цадик, он разглядел то, что другие люди не могли увидеть. Он разглядел спасение, Шуа. И Его Шуа, Иешуа, это Господь Бог, Иегова Спаситель, спасение от Бога. Аллилуйя. И, среди прочего, Шимон Цадик сказал такие слова, праведный Симон, что Он, Иешуа, Иисус, есть свет к просвещению всех народов и славы народа своего Израиля. И вот, дамы и господа, братья и сестры, первая часть пророчества фактически уже исполнилась. Сегодня на нашей планете очень трудно найти народ, который так или иначе не был бы просвещен Словом Божьим. А век интернета, это фактически невозможно. Сегодня во всех народах звучит Слово Божье. Сегодня разве что ленивый не читает Библию. Пожалуйста, на наши гаджеты мы можем скачивать Библии разных переводов, на разных наречиях, на всех языках нашей планеты фактически. Сегодня Божье Слово звучит, как никогда раньше. И сегодня Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины, сегодня распространяется по всем народам, по всем племенам. Слава Богу! Но, друзья, сегодня в наш век, особенно после Второй мировой войны, с момента возрождения еврейского государства Израиля, и с момента восстановления Иерусалима, как возрожденной столицы, возрожденного еврейского государства, эти десятилетия последние, вот этого чуда великого, которое в месяце Ияре совершалось, в 48-м, получается, и в 67-м годах, соответственно, то с этого момента, действительно, скажу так, стало исполняться очень сильно, сильнейшим образом. И вторая часть того пророчества, которое провозглашал тогда, два тысячелетия назад, Шимон Цадик, праведный Симон, взяв младенца Иисуса на ручки, и он сказал слова такие, что он есть Иешуа, Иисус, он есть свет к просвещению всех народов, и слава народа своего Израиля. Сегодня, и с каждым годом, чуть не с каждым месяцем, это по нарастающей, по нарастающей, во всей планете это происходит чудо. Слава Богу! Сегодня во всех народах, во всех племенах, люди, чтущие Бога, чтущие Библию, как Божье Слово Святое, сегодня удивляются тайне Божьего Израиля, тайне Иерусалима, тайне возрождения еврейского государства, тайне еврейского народа. Во всех народах Бог проставляется, во всех племенах, и от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив пределы обитания народом, племенам. Украинцам дал прекрасную, шикарную землю. Ну, говорят, соседям не повезло, но, в общем-то, благостовенная земля, друзья. Вот, в каждом народе есть свои какие-то плюсы, минусы, много всего, знаете ли. Но, друзья, для каждого народа есть Божьи обетования определенные. И вот, великие обетования и призвания есть на первенце Божьем, на Израиле. Великие обетования, которые, и призвания, которые еще не реализованы до конца, которые еще реализуются, должны реализоваться им. Слава Богу! Пусть Господь Бог благословит. И я верю, что, как в жизни и каждого отдельного человека, так и в жизни народов, племен, государств, полная реализация всех Божьих, прекрасных, величественных планов возможен становится через Ишуа Машиаха, через Иисуса Христа Праведника. Ибо ни в ком другом нет спасения, дамы и господа. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! И вот, братья и сестры, подошли мы к причастию. Налейте себе сока, возьмите себе хлеба и совершим причастие. Неважно, какого качества будет этот хлеб, если нет у меня лаваша, нет у меня мацы, ничего, то я беру просто, у меня вот сухарики еще остались здесь, орловский хлеб, стулу привез. Очень люблю орловский хлеб, прекрасно. Вот, когда нет, я просто сухариками причащаюсь, беру воды, беру хлебушек, причащаюсь. Вот, значит, и... Но эти дни у меня вот, на шаббат я взял еще лепешки такие купил, и вот у меня еще лепешка есть, еще даже осталось еще полторы лепешки. Вот, совершаю причастие Евхаристию с благодарением пред Богом. И давайте помолимся, друзья, давайте помолимся, преломим хлеб. Причастие совершается не просто нашим ртом и желудком. То, что входит в нас, Мессия говорил, Машир сказал, что оно и исходит. Оно не может нас осквернить, тем более осветить. А что же оскверняет нас или освещает, соответственно, наше рассуждение. Причастие, потому, совершается умом нашим, сердцем нашим, душой нашим. Действительно, это великое чудо. Наше рассуждение о теле крови Христа вот что нас освещает. И чтобы все благословения Божьи не проходили мимо, но чтобы мы были наследниками этих обетований. Действительно, чтобы не болели, здравствовали и прославляли Бога во всех Его благословениях, в процветании Божественном, то должно рассуждать о теле и крови Христа благочестиво. Следующим образом, что Иисус Христос, Он не только взял наши грехи, наши немощи, но и понес наши болезни. Не только ранами Его мы исцелены. Да. Не только грехи прощены, но и ранами Его мы исцелены. Аминь, аминь, аминь. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя и благоставляю великое имя Твоем. Аминь. За Голгофу, за кровь мы Тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог, мой, Царь мой, Иегова, Бог Авраам, Исаака, Израиля. Бог патриархов, пророков, Отец мой, Творец неба и земли, Всего видимого, невидимого, хвала Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, брат мой, Господь мой, Царь мой, друг мой. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. За все я благодарю, я Тебя, мой Бог, люблю. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой. Благодарю, Спаситель мой, Иисус Христос, Благодарю, О Дух Святой, Утешитель мой. За все я благодарю, за все я благодарю. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. Евхаристию творим, Благодарение, восхваление. За воскресенье Твое, за победу Твою, Я Тебя, Господь, люблю. Благодарю Тебя, Господь, за все. Боже всемогущий, Боже всесильный, Отец, Ава, Отче, Папочка, Папа, Сущий на небесах, Иегова, имя Твое, Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов и пророков, Благословен Ты, возлюбивший мир, Возлюбивший меня, Тебя, Возлюбивший всех нас и отдавший душу свою за нас, Жизнь свою положивший за нас, Кровушку свою проливший, Единокровного своего, единородного своего, Сына своего отдав, Иисуса Христа, Чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, Но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя за дар жизни вечной Во Христе Иисусе, Господе нашим, Господи и Спасители моем, Братья моем, Други моем, Искупители, Целители моем, Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя за дар Святаго Духа, В котором мы утешение имеем великое от Тебя, В котором совершаем и сие таинство. Слава Тебе, Господь, за все! Благословен Ты, Царь, всей вселенной! Аминь! Тело Христа! Аминь! Кровь Христа! Аминь! Тело Христово примите, Братья, сестры, дамы и господа, Источника бессмертия! Вкушайте! С верой, надеждой и любовью Совершаем сие таинство, Рассуждая о теле крови Спасителя, Вкушаем от хлеба сего, Пьем от чаши сей. Я спасен через кровь Иисуса Христа, Нет никакого осуждения мне, Живущему во Христе Иисусе. Ранами Иисуса Христа я исцелен, Благоставлен, освящен. Бог Всемогущий, Благодарю Тебя за все! Благодарю Тебя за тело Твое, Ломимое на Голговском кресте, В котором совершилось Великое искупление наше, В котором совершилось Мое искупление. Я искуплен. Спасибо Тебе, Господь, драгоценный мой, Люблю Тебя очень сильно. Спасибо. Ты самый-самый прекрасный, Ты самый умный, Ты самый красивый. Благодарю Тебя за кровь святую, Которой я искуплен, Которой спасен, Освящен, Благоставлен Всеми Твоими благословениями небес. Благодарю Тебя, Господь, Во имя Христа. Аминь. Вкушаем, братья, сестры. Аминь. Тело Христа. Аминь. Которой, Фриста. Аминь. Аминь. Которой, Фриста. Омыло меня. Кровь Христа Омыло меня. Кровь Христа Обогатила меня. Кровь Христа Исцелила меня. Аллилуйя. Слава и хвала За кровь Твою. Слава и хвала За жизнь Твою. Слава и хвала Спасен Тобой Иисус Христос Спасибо, Господь. Спасибо за все. Иисус, спасибо. За все спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Спасибо, спасибо. Благодарю Тебя, Господь, за великий дар Твой спасение во Христе Иисусе, дар с небес от Тебя, Боже, во Христе Иисусе. Жизнь вечная, бесконечная, счастливая, пресчастливая. Благодарю Тебя, Господь, за тайну великую. Ты, Христос, во мне, а я...